Добрый день! В эфире программа «Разворот на бизнес». Сегодня среда. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». В студии Олег Прохоренко и Светлана Занько. И мы сегодня снова возвращаемся к теме, о которой когда-то так немножко касались. Это дошкольное образование, но не основного дошкольного образования, а дошкольного образования специального, лингвистического, музыкального и так далее. То есть тех сфер, которые дополнительно родители хотят внести в своих детей. Ну, я бы сказала, что не совсем так. Потому что одна гостья, которая вот сидит у нас сейчас по центру, она как раз представляет полноценный центр дошкольного образования, где есть и стандартные программы, которые используются в бюджетных детских садах. Я сразу ее представлю. Елена Петушкова, руководитель Центра развития «Копленок». Добрый день! А вот две другие наши гости, они как раз полностью соответствуют тем характеристикам, которые ты дал, направлениям, о которых мы сегодня будем говорить. Это Наталья Гончарова, создатель и руководитель лингвистического и инновационного центра образования «Лицо». Добрый день! Добрый день! Вот Наталья и Елена уже не первый раз у нас в студии. А следующие наши гости впервые. Это премьера, и это очень приятно. Наталья Панкратова, создатель и руководитель Центра музыки и речи «Амадей». Добрый день! Добрый день! У нас разворот на бизнес. Это значит, что мы, дорогие барышни, будем вас сегодня терзать на предмет того, как все устроено. Пытать практически. Да, как мы это обычно с любовью делаем с Олегом. Потому что задача у нас не только рассказать о вашей деятельности. Коль скоро, все-таки это рынок достаточно конкурентный. И, ну, насколько я подсчитал перед программой, порог входа не такой дорогой. Да, то есть, в принципе, заняться этим может любой человек, который там решил самозанятостью заняться, а потом создать, может быть, даже небольшую компанию. С точки зрения вовлечения людей в эту сферу бизнеса, рассказать о подводных камнях и, может быть, предостеречь, что не надо сюда ходить, если. Во-вторых, что необходимо для того, чтобы такой центр открыть и для того, чтобы заниматься деятельностью, если тем более она по сердцу. Начнем как раз с первого тезиса, который ты произнес. В принципе, заняться этим может любой человек. Это знак вопроса мы тут поставим, действительно, и попросим сейчас наших гостей просуждать на эту тему. Действительно ли любой, исходя из вашего опыта. Начнем с Елены. Любой, которая имеет специальное образование. Вот для меня это особый вид допуска. Почему? Потому что доверяют самое дорогое и, как сказать, на тебе лежит ответственность за дальнейшую жизнь всего человека, его интереса, его устремленности. И если у тебя нет достаточных знаний, нет уверенности, нет опыта, ты можешь просто покалечить будущую жизнь. Так, Наталья. Я соглашусь с Еленой в моей сфере, в сфере лингвистики, мало того, чтобы просто открывать языковые центры. Нужно еще обладать, во-первых, лингвистическим образованием, чтобы понимать вообще, в какую сферу вступаешь, чем занимаешься. Ну и самое главное, это большая любовь к детям. Без нее никак не получится создать атмосферу, такую, чтобы родители доверяли, дети прибегали с большой радостью, с большим интересом. По-другому никак. Наталья Панкратова. Ну, я, наверное, выскажу другую сторону медали. Я думаю и считаю, что может заняться и тот человек, который не имеет образования, либо педагогическое, либо какой-то той же специальности, которая относится к детям. Но если у него есть желание работать в этом бизнесе или в этом направлении, у него есть возможность пригласить тех специалистов, значит, увлечь их и повести за собой, организовать свой клуб или центр, то я считаю, что это возможно. И вот здесь мы приходим к очень важному пункту, а кто зачинщик? Потому что ведь мы сейчас говорим о бизнесе. Обязательно ли человек, который является основателем этого бизнеса, должен иметь соответствующее образование, Лена? Я считаю, что должен. Почему? Потому что сфера компетентности должна быть в этой области прежде всего. Зная цели и зная пути реализации, легче организовать именно этот путь. А если, как говорит Наталья, это человек с хорошими предпринимательскими способностями, с горящими глазами и любовью к детям, и способный привлечь специалистов, которые непосредственно будут выстраивать уже работу. Это, возможно, в сфере, будем говорить, не основного, а дополнительного. Вот, поэтому сразу видно разница. Дополнительного образования, да. В сфере дополнительного образования, да, это есть. Но специальные навыки должны быть в любом случае у тех людей, которые реализуют, которые непосредственно прикасаются к детям. Всё. Всё. И ещё раз напоминаю, что Центр развития Коплёнок – это детский садик, по сути. Это детский садик. Хорошо. Вот ещё одна история, о которой сказал Олег. Не надо сюда ходить, если. И это тоже хорошо. Наталья Гончарова. Не надо сюда ходить, если вы рассчитываете на какие-то сверхсуперприбыли, моментальные, сиюсекундные образования. Это, скажем так, не та сфера, это не торговля, где можно заработать огромные деньги. Это скорее понимание того, что вы делаете это во благо других людей, получая, естественно, удовольствие и финансовую выгоду для себя. Но огромных миллионов, скажем так, заработать надо сильно-сильно постараться. Наталья Панкратова. Наверное, я бы добавила, не надо ходить сюда, если ты предпочитаешь бумажки, а не общение с людьми и любовь и понимание. То вот это важный момент в нашем деле. Елена. Я вообще считаю, что никуда не надо ходить, если нет уверенности, нет видения перспектив. Нет, ну, я как раз... Если мы, да, мы должны четко представлять, зачем, для чего и сколько мы хотим получить. А для этого мы составляем все равно в любом случае, ну, хотя бы кухонный, но бизнес-план. То есть изначально мы планируем, сколько мы будем получить. Вот это важно. То есть изначально, чтобы не было какого-то облака. Человек, если он очень хочет этим заниматься и считает, что он в любом случае такой маг-волшебник, и к нему пойдут люди, и он очень талантлив как педагог, не факт, что он будет успешным предпринимателем. Может быть, ему посмотреть где-то работу по найму. Для этого все-таки нужно понимать, что такое бухгалтерия маломальская, как строится маркетинг и как привлекаются потенциальные дети, родители, точнее, даже, наверное, в этой сфере, которые заинтересованы в развитии своих детей. И вот здесь можно обжечься. И здесь я бы хотел спросить, каким образом вы выстраиваете свою политику, и легко ли было в самом начале накопить вот эту базу. Потому что, понятно, люди идут, как правило, потом уже, когда есть какое-то ядро, рассказывают друг другу, что у меня есть классный опыт. Вот можешь попробовать, и приводят других людей, но в начале этого нет, в начале это просто чистое поле. Как вы это делали? Через социальные ли сети? Используяли ли другие инструменты? Рекламу, может быть, какую-то? Или, ну, вот как? А можно я вот этот вопрос приберегу до, после первого перерыва? Хорошо. А здесь, ну, потому что он требует рассуждений обширных. А вот до перерыва у нас остается буквально там одна минутка, я спрошу вот о чем. Вы говорите, не надо ходить, если нет образования, если нет любви, если нет зажигалки там внутри, если нет людей вокруг, которые поддержат. И никто не говорит, если нет денег для основания этого бизнеса. Они не нужны? Ну, потому что не особо нужны на самом деле. Больших капиталов для этого не нужно. Вот в самом начале то, что Олег говорил о том, что сколько надо финансов иметь, чтобы открывать образовательные учреждения, на самом деле не так и много нужно. Сколько для основания лингвистического центра? Ну, должен быть изначальный капитал какой-то? Изначальный капитал должен быть, но он совсем незначительный для того, чтобы снять помещение, купить мебель. На первых порах, например, в моем центре техника, я имею в виду компьютеры, это были мои домашние два компьютера, потому что надо было запустить очень быстро процесс. И по большому счету все. А реклама – это социальные сети. То есть это получается бесплатно. Прервемся сейчас на полминуты и попросим еще Елену и Наталью Панкратову сказать, сколько нужно начальных денег, начального капитала, чтобы запустить такой бизнес. Или нематериальных каких-то затрат. Бизнес. Мы возвращаемся в студию. Детский возраст, альтернативное образование и просвещение. Мы говорим об альтернативной бюджетному, именно конкретно, образованию. Это коммерческие садики, это коммерческие центры развития. И у нас в гостях Наталья Панкратова, создатель и руководитель центра музыки и речи Амады. Наталья Гончарова, создатель и руководитель лингвистического инновационного центра образования «Лицо». И Елена Петушкова, руководитель центра развития «Копленок». Мы на очень важном моменте остановились до перерыва. Какую сумму нужно рассматривать в виде начального капитала, чтобы запустить, вот сейчас в данном случае, полноценный детский сад? И Наталья Гончарова нас просветила, что это можно сделать на самом деле за не очень большие деньги на аренду и именно на основании регистрации бизнеса. Это что касается лингвистического центра? Да, уже в ее случае это были личные трудовые затраты, личная техника и так далее. Да, а вот что касается садика? Что касается садика, там очень много подводных камней. Там действительно нужны капитальные вложения. Первая трудность, с чем мы столкнулись, даже она была не сколько финансовая, она была вторична, это поиск помещения. При том рынке, который у нас предлагается, рынок аренды, это, можно сказать, одна из нерешаемых задач. Потому что требований, предъявляемых к данному виду учреждений, очень много. Это и прогулочная территория, и удаленность от первой линии и так далее. То есть этот бизнес, если мы запускаем как полноценный, как ступень образования, а мы говорим именно о ступени образования, он требует достаточно больших затрат. То есть мы должны оснастить полностью территорию детства для сна, для прогулки, для образовательного пространства, развивающая среда. Причем она должна соответствовать каждому возрасту. А мы рассматриваем возраст с двух до семи лет, то есть пять возрастов. Поэтому здесь затраты достаточно капитального плана. У вас полный день, да, дети занимаются? У нас полный день, полный цикл. И это уже тут не спрячешься за центром развития? Не спрячешься. Это уже детский сад, и нужно лицензировать это. Да, и нужно лицензировать. А это уже не только поиск первой линии, это еще поиск помещения, которое удовлетворит требованиям ОЧС, Роспотребнадзора и прочее. Очень много всяких всплывающих причин. Поэтому это немного другая ниша бизнеса. И капиталы нужны основательно. И капиталы там, конечно, умножаются на. Наталья Панкратова. Ну, я немножко вернусь в 2007 год, когда я начинала вообще все это дело. Это было в Кирове? Это было не в Кирове. Я вообще родом из Кирова. Когда-то мы уехали, но вот сейчас вернулись. 2007 год – это когда у меня родилась вторая дочка. И у меня, наверное, это был такой старт в новую жизнь еще. И я открыла студию развития. На тот момент, 2007 год – это вторая студия в городе. То есть конкуренции нет. Хотя город маленький – 300 тысяч. Достаточно было одного-двух человек детей, которые рассказали и наполнилось. Это было 30 квадратных метров. Это было арендуемое помещение невысокой цены. Потому что только тогда еще переводили из нежилого в нежилое. Первые этажи можно было выбрать. Невысокая плата. Все материалы можно было сделать еще что-то, когда ты умеешь. У тебя есть руки. Когда ты мама, ты знаешь, что и как. Я вообще начинала и сама педагог, руководитель. Поэтому вложение капитала, тоже, как Наталья сказала, минимальное. То есть это аренда и, наверное, зарплата первого педагога, которого ты ищешь, который будет с тобой идти рука об руку. То есть за кредитами не обращались? Семейный капитал использовали? На тот момент, да. Мы не обращались за кредитами. И только где-то через полгода, когда мы поняли, что это востребовано, что это нет на рынке, что родители и дети нуждаются в этом, да, мы взяли кредит, и у нас появилось собственное потом помещение. Мы брали потом на развитие в фонде поддержки предпринимательства сумму, на развитие произвели отчет, что мы куда вложили. То есть мы вот использовали такую помощь в фонде. И вот как интересно, вы рассказываете, я не первую такую историю слышу, и сама, честно говоря, когда родилась моя дочка, тоже задумывалась, а не замутить ли что-нибудь такое вокруг детской истории. И потом меня всю жизнь вбросила в СМИ, и в СМИ тоже мне хотелось замутить. Ну и так появилась открывашка, да? Нет, это было задолго до, но я тоже бизнесовую идею туда вносила, в телевизионные программы. Я знаю, что у нас есть коллеги, у нас Маша Петухова, твой зам, там бывший по бизнесу новостям. Она открывала свой центр детский. Она тоже открывала свой центр детский. Когда детки подросли чуть-чуть, она вернулась в журналистику. И я как раз хотела... Это хороший пример, потому что вы, Наталья, не бросили это дело. У вас, конечно, уже третий ребенок. Третий или четвертый? Третий. Третий ребенок. Старшую дочку мы знаем прекрасно, потому что Ульяна ведет у нас как раз открывашку. Это средний. Средний ребенок. А старшему сколько лет? Славяна, второй курс в ГИК в Москве, она учится, да, ей 21 год. Прекрасно. Ну, то есть после того, как Ульяна родилась. Да, это Ульяна. Ульяна уже подросла. Она уже тоже взрослый, достаточно человек, и вы это дело не бросили. Почему? Потому что, ну, вот как-то вроде детки подросли, и все, то вот и закрываешь центр. Много таких историй мы знаем, правда? Да. А вы почему продолжили? Ну, нет, это... И переехали из города в город, вот сейчас вернулись в Киров, и снова в Кирове открыли. Причем, знаете, мне захотелось живой работы именно. То есть уехав из Саранска, мы переехали сначала в Самару, мой центр. Я очень переживала, как он будет. То есть либо я его закрою, так как говорят, руководителя нет, центра нет. Ну, и любое дело, я считаю, так, да. Считала. Мы переехали в Самару. Я думала, что я дам пробный год и посмотрю, как вообще будут работать мои сотрудники. Хочу отметить, что их уже 10. Моей студии уже 12 лет. Мы превратились из 30 квадратов у нас 130 квадратов. Для студии это очень хороший метраж, да. Мы широкого спектра, как говорится, у нас дефектологи, логопеды, психологи. У нас есть группа кратковременного пребывания, что оказалось очень востребовано в наше время. Причем уже не одна, а три их стало. И до сих пор очень востребована, да. Да. Вот. И год показал, что не снижаются ни результаты, ни заявки. Дух центра, который вот все-таки нужно создать руководителю, доказать, показать свою любовь к делу, заразить всех, да. Мои сотрудники это сохранили. И я считаю, даже приумножают, потому что и развитие этого бизнеса идет, и все идет вперед. И они это используют. Я им помогаю дистанционно. И когда я приехала в Киров, я поняла, что Милана, третья моя дочка, уже подросла. Она пошла в садик. И я руководитель. Да, но я далеко. Я не делаю живую работу. Я все-таки музыкант по образованию. Работала всю жизнь с детьми. Десять лет у меня стажа в музыкальной школе. Десять лет в студии работы живой. То есть я работала с малышами от года с мамами. И я поняла, что я хочу работать именно не руководителем. И начала я с маленького, с маленькой такой узкой направленности. Я сделала центр музыки и речи. Назвали мы его «Амадей». Помониторив, я поняла, что такого направления еще нет. Ну вот, так родился мой второй центр «Амадей». Здесь уже в Кирове? Уже здесь в Кирове, да. Мы открылись в июле, чтобы август немножко нас услышали, чтобы в сентябре пришло один, два, три, четыре человека, и чтобы к Новому году мы уже имели, ну, там, человек 10-15. Ну, я повторю, что это мини-центр, потому что я знаю, что мне надо руководить. Форму выборала я не аренды, а субаренды. То есть в своем же доме нашла большую фотостудию, чистую, просторную, светлую, что я понимаю уже с практикой, что мне нужно. Мне нужно просто большое пространство, свет дневной. Я это уже все учла своим опытом, да. И сделала, получилась договор субаренды. Я делаю те часы, которые мне удобны, которые я считаю нужны, и которые я пока могу осилить и заполнить. Но планы есть, развитие? Потому что, судя по Саранску, вы разрастаетесь. Ну, планы должны быть. Они нами движут, идеи. Конечно, есть планы, да. Я знаю, что сарафанное радио и радио «Мама» это самая лучшая реклама. Мы начинали, вообще не было никаких сетей, когда, вот я имею в виду про почмочку, сейчас есть, я этим занимаюсь. Конечно, сложно, когда ты готовишься к занятиям, когда ты сам подметаешь, прибираешь, когда ты сам подбираешь пособия, когда ты сам работаешь с мамами. Ты знаешь, что тебе надо с каждой поговорить, каждого ребенка прикоснуться, потрогать, заглянуть в глаза. Пока большая работа, хотя минимальная, да. Но я понимаю, что это старт, он должен быть хороший. Поэтому как бы маленькая-маленькая. А планы большие, да. Хочется, ну, не свое помещение, но, скорее всего, аренду. Сейчас идет подбор специалистов. Как говорится, прощупываю почву и востребованность, что нужно мамам и детям. Вот сейчас не видят наш эфир, слушатели, к сожалению, но смогут посмотреть запись программы на сайте хакирова.ру и увидят, как коллеги согласно втакивают головами. И сразу понятно, что у всех за плечами серьезный опыт. Буквально меня в четыре с половиной года назад в маленькое помещение прибраться, сама уроки и в поисках человека, который будет поддерживать. И только семья, которая помогала перед проверками СЭС, перед проверками МЧС, перед приходом Министерства образования для лицензирования. То есть буквально родные и близкие, которые помогли все привести буквально в ночь накануне проверок в норму, так, чтобы все службы сказали, да, окей, работайте, все в порядке. А у вас, Наталья, не было такого, что прям, ну, вот руки опускаются, хочется сказать «нет, все», и что-то вот остановило, и стали продолжать? Вы знаете, ну, бывает иногда. Все мы люди, все мы живые, и устаем, и в таком деле, как свое собственное, всегда бывают реальные моменты, когда хочется сказать, ребята, все, давайте как-нибудь тут без меня. Но я понимаю, сколько я сделала, я понимаю, сколько сил я вложила. Это мой не первый проект, а третий. И, ну, скажем так, это третий ребенок, потому что я не отношусь к проектам. А что было первым и вторым? Две образовательные школы, гимназии и лицей. Одна была при бывшем ВИАД ГГУ, вторая при политехе нашем. И все-таки случился момент, когда я ушла в самостоятельное, совершенно самостоятельное плавание с трясущимися руками, и с страхом, а вдруг, а как, а что? Ну и через месяц все получилось на самом деле. Но это все во многом благодаря тому, что была поддержка близких, родных людей, которых мало, но они прям настоящие. И они реально поддерживали. И вот я не могла бы подвести своим каким-то настроением. Ой, ребята, знаете, я устала, давайте все, избушку на клюшку. Нет. Те люди, которые в меня верили. И та идея, из которой все появилось, невозможно это все прекратить. Это тот корабль, который плывет, его остановить не можешь, даже если у тебя не настроение в данный момент, или что-то, какой-то минус, и ты не хочешь двигаться дальше. На следующий день ты встаешь и двигаешься дальше. Что касается садика. Там уже, наверное, не надо посуду мыть, контролировать уборщик. Это кажется. Я до сих пор занимаюсь практикой с детьми. До сих пор. Руковожу, и вторая половина дня, очередь, которая расписывается с июля на сентябрь. Что это? Ну, выстраиваются занятия. Это, я не могу сказать, что это, но это действительно тот путь, с которого невозможно свернуть, если это дело в твоей жизни. Я говорю всегда такую фразу, я больше ничего в жизни делать не умею. Только это. И слава Богу, что я могу это делать так и столько лет. Посчитала, сколько с февраля 89-го года. Нет, одно дело, Елена, одно дело, когда вы это делаете, я щекил лямку на себе. Другое дело, когда вы работаете по найму, и, в общем, голова не болит. Знаете, я тоже работаю вроде бы по найму, и кажется, что голова не болит. Нет, этого вот в педагогической среде нет. Там все работают, и все вот в равной степени, потому что перед тобой глаза, которые тебя ждут, любят, которые тебе доверили. И ты просто не можешь себе позволить вот именно этого упадка. Прервемся на полторы минуты и продолжим разговор с замечательными нашими гостями. Мы говорим об альтернативном бюджетном образовании и просвещении детей дошкольного возраста. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Продолжается программа «Разворот на бизнес». Олег Прохоренко и Светлана Занько. И еще раз представим наших гостей. У нас в гостях Наталья Панкратова, создатель и руководитель Центра музыки и речи о модели. Елена Петушкова, руководитель Центра развития Копленок. И Наталья Гончарова, создатель и руководитель Лингвистического инновационного центра образования «Лицо». А я знаю, почему ты запнулся. Мы вычеркнули отчество у Елены. Отчество вычеркнули. На самом деле я не запинался. А, кстати говоря, как к вам обращаются сотрудники и как к вам обращаются дети? Это интересно и важно, потому что принято в российских школах и институтах обращаться по имени-отчеству. Вот у нас другая история, конечно. Вот здесь в студии мы всегда, и даже когда приходят высокие гости, исключая возраст, например, или какой-то еще с возрастом, если и статус, то говорим по имени-отчеству. А вообще принято по имени. А у вас как, Наталья? По имени-отчеству среди коллег обязательно. То есть, чтобы дети знали и понимали сразу же обращение между взрослыми людьми. Один из моих преподавателей, так как он мой однокурсник, позволяет при всех называть меня просто Наталья. Если к нам приезжают иностранцы, то у них нет понимания Сергеевна, поэтому только Наталья. У них отчество обрел или нет. Да, неважно. При этом при всем присутствуют ученики центра, и они видят, они ко мне обращаются по имени-отчеству, а иностранцы, соответственно, просто по имени. То есть, и это нормальная история. Родители, в зависимости опять от ситуации, если это люди знакомые, мы знакомы просто по имени, а те, кто не знакомы, обращаются по имени-отчеству. К преподавателям только по имени-отчеству. Елена? Ну, у нас тоже такая же культура. То есть, преподаватели, воспитатели, все сотрудники, они друг к другу по имени-отчеству. У нас есть дифференциация среди детей. Могут на «ты» назвать, на «вы». То есть, мы тут не заостряемся. То есть, я ранжирую «ты» – это друг. «Вы» – это уважение. И поэтому от ребенка услышать «ты» для меня – это вообще награда, почет, уважение. Все сразу дружба и доверие. Поэтому так. А так имя-отчество. Кому удобно, пожалуйста, называйте по имени. Я имею в виду взрослых, приходящих людей, которые пришли к общению. Там рекламные агенты, ну, кто угодно. Заходят в кабинет, тет-а-тет, пожалуйста. Любая удобная форма обращения. А среди коллег только имя-отчество. Наталья Панкратова. Ну, в своем центре я к себе обращаюсь на «ты», потому что я там одна. А вообще, если взять свою студию «Почемучка», которая уже такая возрастная, там, конечно, среди коллег это имя-отчество независимо. То есть, приходят, у нас есть и молодые специалисты, которые только после университета. Мы берем и таких, если они горят и хотят, это иногда очень дорого стоит. Я имею в виду вообще вложение, что они несут и детям. Да, они ко мне, Наталья Геннадьевна, я к ним тоже по имени-отчеству. Что касается детей, так как мы занимаемся вообще от года, то есть я рада, как бы они меня на какую букву не назвали. Мне главное, чтобы они начали говорить. Поэтому ты, вы, Наталья, Наташа, это очень здорово. То есть у нас немножко другое направление, другая работа, поэтому везде есть свои варианты. Вот мы с вами заговорили о такой важной вещи, как маркетинг. Уже несколько раз упоминали, как, собственно, себя рекламировать, что туда закладывать, Наталья Гончарова даже уже выдала секрет, что на начальном, я думаю, уровне распространяли информацию через социальные сети, а вот в 2007 году, да, когда основался центр «Почемучка» у Натальи Панкратовой, тогда еще соцсетей не было, и вот интересно, как... Было сарафанное радио, сказал Наталья Панкратович. И на окошечке с номером телефона. На дверях центра? Да, да, да. А я думала, может, на подъездах номер. Нет, на дверях центра, на окошечке, которая выходила на улицу. Потом где-то месяца через два, через три мы заработали на баннер свой, и уже мы могли разместить название центра и телефон. Это была вот первая реклама. Кстати говоря, вывеска как составляющая рекламы и маркетинга сейчас вот уже с высоты пройденного опыта. Как вы подходите к этому? Как она выглядит? Что туда надо закладывать? Все. Ильяна сказала. Все. Поясняем, поясняем. Надо вложить абсолютно все, чтобы человек увидел и понял, мое нравится, продумано. Потому что если это от руки на коленке или еще как-то, или какой-то не тот даже цвет и не тот шрифт, и размещение несуразное уже не зацепит. Не захочется зайти. Это касается не только центра развития, это касается абсолютно всего и везде в мире. Ну, я так считаю. Это мое убеждение. Я нашла тут, хожу все время по городу. Олег, ты тоже там все время бегаешь. Я еду на машине и вижу, как ты бежишь. И мы друг друга машем ручкой. И проезжаю мимо одного известного садика, и вывеска его коммерческого, и вывеска его настолько блеклая и затертая сейчас, что у меня каждый раз вопрос... Хочется поднять, взять краски и раскрасить. Нет, они съехали или остались. Такое ощущение, что все опустело, потом во дворик заглядываешь, нет, вроде бы как бы все на месте. И вот это подтверждение ваших слов, Лена, это очень странное ощущение, потому что когда неживые окна, неживая вывеска, кажется, что там все умерло и заброшено. Может, заболело. Или заболело уже там что-то изнутри. Да, ну то есть сразу ты настораживаешься, безусловно, Наталья. Ну, у нас немножечко другая ситуация, так как у нас не отдельное помещение. У нас помещение находится в бизнес-центре. Мы не имеем вывески наружной на этом бизнес-центре, но у нас яркая большая вывеска при входе. Что хорошо, потому что с точки зрения наружной... Ну, не наружной рекламы, а с точки зрения вывесок есть определенный код. Дизайн-код. Дизайн-код. И запрещено там какие-то вещи указывать там и так далее. То есть это жестко контролируется фаз. А что касается внутри, там можешь ты волен разместить все, что угодно, любые там рисунки, мелом на доске черной или что-то еще, и никто тебе не скажет слова. Или какие-то скидки, какие-то бонусы. В вашем случае... В этом плане нам очень повезло в плане локации. То есть мы находимся сразу же от центральной лестницы. Вот нас видно с центральной лестницей. Что значит нам очень повезло? Разве вы не выбирали... Да выбирала-выбирала, конечно. Выбирала и выбрала именно это помещение. Везет тем, кто ищет. Да. Поэтому нашу вывеску видно всем, кто проходит, поднимается или спускается по лестнице этого бизнес-центра. То есть все-таки где бы вы ни находились, у тебя наружная вывеска или у тебя внутренняя, она должна перед глазами у человека пейс. И я заметила, что обращают внимание именно на эту вывеску просто люди, приходящие в бизнес-центр, занимающиеся какими-то своими вопросами. И они так и заходят, говорят, здравствуйте, вот мы тут видим у вас, расскажите информацию, что вы предлагаете. То есть это действительно работает. А что, Наташа, в вашей вывеске заложено? Что их привлекает? Логотип, название. И у меня не просто вывеска, у меня информационный стенд, на котором размещены все основные образовательные направления центра, фотографии в хорошей полиграфии. Поэтому это действительно привлекает внимание, потому что, ну, если там пройтись по всем девяти этажам, единицы арендаторов, которые занимаются оформлением стены, находящейся рядом с их помещением. А где вы находитесь? В каком торговом центре? Бизнес-центр «Прогресс» на Горькове 5. Как далеко от вывески помещение находится? Вывеска и дверь рядом. Вот. Понятно, понятно. Наталья Панкрата, у меня есть интересная история насчет вывески. Это было в этом году, кстати. Так как мы давно открылись, вывеска у нас была сделана много лет назад. В Саранске проходил чемпионат мира по футболу, если кто помнит, да. И сейчас приглашаются различные команды, так как у нас там сделан большой красивый стадион, его надо использовать. И вот однажды мне звонит администратор, говорит, Наталья Геннадьевна, у нас ЧП. А я всегда так, а-а-а. Я говорю, что случилось? Либо нас затопят или что-то. Она говорит, нет, у нас просто оборвали все вывески. И сейчас у нас там лоскутки висят. Я говорю, в смысле как? Кто-то предупреждал? Нет. На вашем центре? Да, с нашего центра. К нам потом пришли и сказали, что они с администрации. И то, что вот такими крупными буквами, что у вас там написан был телефон, это нельзя, запрещено. И все. То есть не было никакого предупреждения, чтобы мы могли аккуратно снять или что-то сохранить, какие-то картинки. Я бы точно постаралась. Все у нас убрали. Понятно, что к администрации мы не пошли, не стали качать права. Нам наша жизнь дальнейшая важнее. Вот так вот к чемпионату мира внедрялся дизайн-клуб в Саранске. Да. А на счет своей новой студии центра, Амадей, да, так девочки правильно сказали, девочки, я так уж... Амадей это с Моцартом как-то... Да, Амадей Вольфганг, Амадей Моцарт. Так как я говорю, что я музыкант, я поняла, что мне надо все, что я умею и что я хочу, я должна внедрить свою новую какую-то такую веточку, которую мне бы хотелось, чтобы она красиво расцвела. Почему Амадей? Ну, я думаю, многие, наверное, знают, что это уже композитор начала XIX века, а и уже много-много лет доказан эффект Моцарта, причем и нейробиологами, и психологами это было проверено и на определенной аппаратуре, что когда прослушиваешь музыку Моцарта, что работают все отделы головного мозга. То есть когда вы слушаете обычную музыку, которая вам нравится, то есть работает то, что отвечает за удовольствие все больше. Вообще я сейчас как вспомню, что я напевала и слушала, пока Зося была маленькая. Я всегда говорю, что удовольствие тоже важно. Главное, что вы пели и напевали. Голос мамы нет ничего роднее и важнее. Я своей маме говорю, мы не умеем петь, очень многие. Я говорю, пойте, это не важно. Когда вы поете с любовью, это намного дороже стоит, чем тот поет, кто красиво и думает о своем голосе, чем о той любви, которую он хочет, и вообще какой результат. Так вот, так родился Амадей. Мне надо было внести какой-то значок. Понятно, что мы сделали, что это Амадейчик, так как Моцарт начал писать с 4-летнего возраста. Это мальчик в парике. Понятно, что это эпоха. И в голове у него нотки вместо мозга. Вот мы показали, что, ну, как бы вот так соединили. И уточнили, что это детский центр Амадей. Больше нет, так как это субаренда. У нас ограничено. Телефон и такой бело-голубой фон такой. Ну, это, наверное, все-таки... Ну, я советовалась. Мне подсказывали. Где вы находитесь? Мы находимся в Калинино, 40. Это где у нас такой большой-большой жилой район. Сейчас там 4 корпуса по 25 этажей соединены. Жилой комплекс Олимп. Это, да, жилой комплекс Олимп. Так, ну и нам осталось узнать, где Копленок находится. Копленок находится в центре города, в старом центре города Труда, улица Труда. Прервемся сейчас. У нас новости, тематические программы и реклама, и целый список вопросов. Редактор субтитров А.Семкин